Всем привет! Сегодня у нас две посылки из магазина JD, вот это вот из коллекции JD, поэтому упакована в фирменную упаковку, в фирменную коробку с фирменной лентой, а вот это вот из магазина JD, но от обычного продавца, который там выступает, продает свою продукцию. Здесь у нас чаи, а здесь я не помню что, но сейчас мы откроем все и посмотрим. Я решил попробовать, я не ценитель чаев разных, китайские тем более, как бы не исключение, но была акция, я решил попробовать, посмотреть, люди покупают в Китае чаи, говорят там прикольно, вкусно и так далее, но я решил попробовать. У меня больше жена по чаям, поэтому сейчас мы распакуем, посмотрим на них, как это выглядит. Вот таких разных я взял, не все, которые были, но это какой-то засушенный цветочек. Ну давайте откроем все, уберем коробку и потом ближе все рассмотрим. Ага, а здесь у нас лампа. Ну хорошо, давайте пробежимся. Вначале просмотрим чаи, а это лампа Xiaomi, мы ее посмотрим в конце. Итак, чаечки, вот матча. Я прочитал, вот этот полезный чай, там чуть ли там не мозги улучшают, работоспособность мозгов и так далее. Он в таком вот пакете и сколько у нас здесь, непонятно сколько грамм, все на китайском. Hello Young, матча. Вот здесь тоже на китайском, я так понимаю, это срок, до которого он годен. Тоже на китайском, то есть непонятно, просроченный он или не просроченный и так далее. Вот, ну попробуем, посмотрим. Далее, вот такой вот, вот такой вот упаковочке. Как его смотреть? Непонятно, тут чайничек нарисован такой, голограмма какая-то. Вот, ну обычный чаек, вот в таком пакетике. Пахнет, кстати, через пакет. Далее взял попробовать вот таких вот четыре штучки. Джисин, в общем, засушенный какой-то цветок. И вот его заваривать и пить из него чаечек. Ну попробовать, это получается один цветочек на одну заварку. Как я понял. Вот, четыре штучки взял. Ну, выглядит прикольно. Вот я так понимаю, вот эти вот цветы, которые у нас продаются в киосках цветочных. Вот, просто засушенный цветочек этот, и можно его пить. И последний вот в таком мешочке. Я так понимаю, здесь шарики, это типа пуэр, наверное, или я не знаю. Ну, разновидностях у этих путаюсь. Но мешочек прикольный. Ручная работа. Вот, и получаются таблетки вот этого пуэра. Разные, ну, здесь разные типа вкусы, или не знаю. То есть, разные. Красный, вот фольер что-то. Вот такой есть. Давайте один раз вернем. Посмотрим, как это выглядит. Спрессован. Я первый раз чай покупаю. Вот такая вот спрессованная какашечка. Ну, пахнет, пахнет так, ну, ярко, травой пахнет. Я даже не скажу, что чаем, а травой какой-то пахнет. Вот, ну, ладно, запакуем его. Попробуем. Жена пусть посмотрит, как их делать. То есть, вот в таком мешочке. Мешочек прикольный, его можно использовать не только для этих чаев. Вот здесь такая сеточка внизу. Вот. То есть, дно специально такое прошито чем-то. Ну, специально, как бы, ткань такая. Здесь, я так понимаю, она дышит дно. Ну, ладно. А, вот еще треугольнички какие-то, квадратики. То есть, разного вида. Вот такие вот чаечки. Я высыпал, и на столе осталось много вот такой вот крошки. Отложили чай, и теперь давайте посмотрим на лампу. Лампу я покупал в себе, потому что у меня на рабочем месте нет лампы. И я пользуюсь вот такой. То есть, обычная. И у меня здесь кнопка перестала работать, перестала включаться. То есть, ее нужно вот так поднять, потом нажать, и она тогда только включается. Лампа вот эта вот нужна мне больше для рабочего стола. Просто подсвечивать там клавиатуру и так далее вечернее, чтобы весь свет не включать. Вот, запакована она в такую коробку, красиво. Здесь в коробке больше ничего нету. Вот, коробка пустая. Дальше вот. Провод очень толстый. И не длинный. Вот, ну метр. Наверное, метр он все-таки. Качество хорошее, но он реально толстый такой. Вот, полмизинца моего. Вот, и дальше идет вот такая вот коробка. И как из нее достать. В ней внутри инструкция. И получается вот так мы разбираем эту лампу. Вот, коробка снялась. То есть, пенопластовый каркас этот. Вот, и откладываем его. И получается, имеем лампу. Лампа здесь внизу тяжелая. Вот кнопка. И она, кстати, работает. То есть, мы можем автономно ее без... Переносная лампа можно автономно без зарядки... А, иначе что? А, я прикоснулся, да? И настраиваем. Длинным нажатием настраиваем режим. То есть, ярко. И нажали, держим тускло. И простым нажатием включаем. И выключаем. Включается она на том режиме, на котором мы остановились. То есть, допустим, делаем ярче. Сделали ярче. Выключили. Включили. Она на той же яркости. Настраиваем еще. Так. Вот, на слабенькую яркость настроили. Выключили. Включили. Она на слабенькой яркости. Сзади у нас зарядка. Да, то есть, сюда мы заряжаем. И два выхода ее из... Заряжать два устройства. Что самое удивительное, вот с обратной стороны, вот здесь, так вот выглядит. Гнется она абсолютно полностью, как удобно. Вот. И, что удивительно, держит форму. Как ты ее согнул, так она форму и держит. Отличная лампа вообще. И смотрим, что у нас снизу написано. А снизу у нас... Так, нажал включить. Вот. На русском языке. И это очень-очень-очень удивительно. Потому что с GD в основном китайщина. Но и на коробке имеем русский язык. Вот. То есть, ну круто-круто. Вот. Ну давайте посмотрим, что здесь написано. Здесь еще на ножках получается залеплено вот такой вот пленочкой. Пленочкой и ножки резиновые, да, чтобы не скользило. Но, чтобы они не испачкались, заклеено вот такой вот бумажечкой. Ну, бумажечка, кстати, обратно не приклеивается. То есть, если вы ее уже ободрали, то все уже с концами. Вот. Многофункциональная лампа. Номинальная мощность 3 Вт. Это вход 5 Вольт, 2,1 Ампера. Выход всего 5 Вольт, 2,1 Ампера. Два адаптивных порта USB. Вот здесь, ага, нажал все-таки. Максимум 2,1 Ампера. Емкость аккумулятора 4000 мАч. Пекинская Коууу. Фирма развития технологий. Вот. Ну, круто. Никакого вообще тут упоминания, что это Xiaomi. Хотя на... Итак, специально проверил, включил интернет. Написано было, вот, когда покупаешь, крупными буквами. МИДЖИА Коууу. То есть, я так понимаю, что это подразделение Xiaomi, МИДЖИА. Потому что оно везде... Ну, Xiaomi лепит это... МИДЖИА или, может, стартап, который... Давайте отлепим уже полностью. Вот. Вот, стартап, который под брендом Xiaomi распространяется. Или что-то в этом напутано. Но, якобы, качество должно быть, как у Xiaomi. Есть инструкция, и она тоже на русском. Причем на русском она полностью. Ни одного китайского слова. Вообще, ни одного. Английский и русский. А, ну, вот есть китайская. Китайщина, то есть, есть тут целая фраза на китайском. Ну, или, не знаю, там, может, роман какой-то написан в этих иероглифах. Вот. Вот. Вот, пожалуйста, не крутите этот путь. Вот, вот здесь не крутить. Вот здесь просят не крутить. Вот, в этом моменте. Вот. И все. И больше ограничений нет. Остальное все крутите, куда хотите. Так, так. Размеры, габариты. Включение, выключение. И... Ну, круть, круть, круть. Давайте посмотрим. Давайте выключим свет. Выключили один свет. Выключили вторую лампу. И сейчас у нас получается полностью, полностью выключено. Свет очень ярко видно. Освещает. Ну, комнату не освещает. Но, в пределах, локальных пределах, как настольная лампа, отлично подходит. Давайте посмотрим. Вот, немножко вот нагнем. Даже не будем нагибать. Сделаем чуть выше. Вот. И давайте попробуем настраивать его. Посмотрим, какая яркость. Вот. Это мы убрали. Добавили. До максимума. Убираем до минимума. Вот. Не видно. Не видно, но это она работает. Причем, в комнате, ну, очень темно. Вот. Посмотрите, если. Отсвечивает только от монитора. Когда лампа разрядится, нажимаем, когда ее включаем, вот таким вот красным индикацией мигает, что, ну, еле видно, что она разряжена и, соответственно, не включается. Специально разрядил ее полностью. Вот. Ну, и давайте посмотрим. Подключим ее к розетке. И посмотрим, включится ли она сразу. Подключил. Причем, она не плотно, вот эта штука, не плотно входит в лампу. То есть, остается вот такой вот участок. Ну, она пошла заряжаться и сразу включается уже свет в ней. Пошел в нее 4,97, 1,15 ампера. 5 мАч уже залезла. Ну, и давайте дождемся, посмотрим, сколько в нее полностью влезет. Лампа зарядилась полностью, загорелась синеньким цветом. И давайте посмотрим, сколько в нее влезло. Влезло в нее 3,359. Вот. Я не знаю, насколько она заявлена, 4,000. То есть, здесь не хватает 640, да, 41 мАч. Хотя я не знаю, сколько в нем было, да, то есть, разряжать. У меня нечем, нет нагрузок разрядить, чтобы еще раз проверить. Нету, я не знаю, насколько он был разряжен. Но, хотя, если он горел красным и лампа не включалась, я так понимаю, что он полностью был разряжен. Поэтому, вот, вот это вот настоящая емкость получается. Очень мне лампа понравилась. Так, около 7 часов. То есть, если время зарядки около 4 часов, резервное время около 100 дней и время работы около 7 часов. В состоянии максимальной интенсивности освещения. То есть, заряда батареи должно хватить на 7 часов на максимальной яркости. То есть, за 7 часов можно в всей квартире розетки поменять. Причем, не в однокомнатной, а в четырехкомнатной. Вот. Лампа мне очень понравилась. Я очень доволен. Вообще, бомба. Могу смело рекомендовать. Классная лампа. Качество сборки очень классное. Вот. Ну, единственное, что она белая. И немного нужно, как бы, чистыми руками ее пользоваться. Потому что на ней остаются отпечатки. Если взять немного грязными руками. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!